Банка желтый, банка синий. Этих запасов краски Денису Панасенко с братом Юрием хватает на несколько десятков столбов. Накануне ночи на них появились свастики поверх украинских флагов. Идеологическая битва за аллею возле Дома активистов продолжается уже несколько месяцев. Началось, как только у нас первые события произошли, то есть Крым, появились митинг «Русская весна», ну как бы с этого началось. Началось с того, что начали расклеивать наклейки «Русская весна», приходите на площадь, 12 часов, вот. И буквально через пару дней на столбах начали вырисовывать триколоры. Российские флаги парни заменили на украинские, но простояли они недолго. Неизвестные начали разрисовывать их нацистской символикой. Для этого дождались глубокой ночи, когда на улице никого нет. Денис с Юрием снова решили исправить ситуацию самостоятельно. Так быстрее и наверняка. Когда обращаешься куда-то, на это закрывают глаза, очень часто в том же ЖЭКе, например. А делаем своими руками, потому что кто еще, кроме нас. Братья Панасенко берутся за кисти уже в пятый раз. Многие жители района ребят уже узнают. Бедненькие, да, вот уж каждый раз они гады вечером снова, а они снова. Ну что это такое, ну скажите. Расстанавливают, очень хорошо. Что делается, ужас такой. Сейчас вообще вот капону это все нужно. Я против, конечно. И мне флаги пусть лишь бы было, и флаги пусть лишь бы было мирно и хорошо. На странице Харьковского антимайдана в соцсетях новыми антиукраинскими художествами хвастаются регулярно. При этом некоторые пользователи прямо в комментариях советуют не просто перечеркивать украинские флаги, но рисовать свастики. Правда, среди подписчиков пророссийских групп Харькова, новостям ОТН так и не удалось найти человека, который бы этим сам занимался и согласился бы дать комментарий на камеру, даже анонимно. Вместе с тем милиции говорят, подобное творчество на желто-синим фоне нельзя автоматически зачислять к надругательству над национальными символами. Каждый случай необходимо рассматривать отдельно. А для этого нужны обращения граждан. Кроме того, украинские флаги на столбах и стенах нередко также появляются стихийно, без договора с коммунальщиками. Тем временем Денис с Юрием доходят до конца аллеи за час. Обычно справляются быстрее, потому что присоединяются друзья. Но в будний день могут не все. К тому же и работа стала больше, чем прежде. Каждый раз свастики увеличиваются. Парни шутят. Если так пойдет и дальше, то вскоре им понадобится лестница. Алена Сорока, Владимир Борох, агентство телевидения Новости. Субтитры создавал DimaTorzok